Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге Исхода, обратимся к 36 главе. В 36 главе в самом начале говорится о том, как Веселиил и Оглиав и все мудрые сердцем, те, кто были избраны, чтобы изготовить все принадлежности для культа, начали работать, и Господь дал им мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу. И вот их призвал Моисей и дал им все приношения, которые принесли сыны Израилевы. То есть все те дары, которые надо было употребить для изготовления скини и всего необходимого. И вот когда они все это увидели, они сказали, народ много приносит, больше, чем потребно для работ. И Моисей объявил об этом встание, и уже никто ничего не приносил, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Таким образом, получается, что в глазах автора этого рассказа задача состоит не в том, чтобы отдать как можно больше или сколько можно, сколько сможешь пожертвовать. Задача в том, чтобы набрать достаточное количество материала. И если кто-то не успел пожертвовать, ну не успел, вот этого вот такого строгого уделения определенной доли своего дохода или имущества, здесь мы не наблюдаем. Запаса достаточно на всякие работы, и на этом пожертвования прекращаются. И дальше вся 36-я глава посвящена описанию того, что именно делается для скини. Покрывало из крученого висцома, из шерсти, и херувимов вышивают на них, и покрывало для покрытия скини от дождя кожаные, и брусья. То есть это такой шатер с переносными брусьями, с соответствовавшими подпятниками для этих брусьев, для того, чтобы можно было на более или менее ровной площадке его, этот шатер, поставить сложные завесы кровли и так далее. И вот на новом месте это самое скини собрание может начать функционировать. Нельзя сказать, что прям уж совсем это легко и быстро делалось, конечно же, но все-таки это не требовало больших строительно-монтажных работ. Все было приспособлено к тому, чтобы развязать узлы, отвязать брусья, где надо их поднять, где надо продеть какие-нибудь колья или шесты, куда нужно и перенести. Ну, наверное, за день это было вполне реально, сделать, перевести в такое походное состояние. Зависит, конечно, от количества людей, которые этим занимались. Вот подробнейшим образом описывается, что здесь было изготовлено для самого по себе шатра, а самой по себе скини. Продолжение следует...